Амперфект Один из паблишинги студия Амперфект представляют Джеймс Д. Прескот Код Вымирание Книга первая Мэджик Дум Бокс Глава первая Полуостров Юкатан в пяти милях от побережья Мексики Руководитель научных работ доктор Джек Грир смотрел в мощный бинокль на приближающиеся вертолеты Было раннее утро, теплый ветер залива гладил щеки доктора стоявшего на верхней площадке перепрофилированной нефтяной буровой платформы Соленый воздух вливался ему в легкие, пульс становился чаще Джек, геофизик чуть старше сорока, был от рождения одарен или наказан, по иному мнению, шапкой черных вьющихся волос, которую он излишне часто, по мнению его почтенной матери, прятал под затасканной бейсболкой с надписью «Хьюстон Астрос». Он снова посмотрел на вертолеты, находившиеся теперь в милях в десяти и казавшиеся двумя белыми точками на фоне зеленовато-голубого неба Один из них был большим двухроторным грузовиком, под брюхом которого на четырех тросах вальяжно покачивался ярко-оранжевый морской контейнер Наконец-то к ним присоединялся Рожеш Виш Ванатан из Массачусетского технологического института Последний участник группы, прибывший с недельным опозданием Опустив бинокль, Джек прислушался к звукам работ на нижней площадке Уже месяц они бурили скважину в земной коре в поисках следов того, что, по мнению многих, найти было невозможно Следов астероида, упавшего на Землю 65 миллионов лет назад, что привело к исчезновению динозавров и вообще к одному из самых массовых вымираний в истории планеты Так, по крайней мере, полагала большая часть научного сообщества Одновременно все громче звучали голоса тех, кто возлагал ответственность за эти давние события на возросшую вулканическую активность Задача группы была проста Исследовать известняковые отложения в зоне падения и, если удастся, остатки самого метеорита Джек надеялся, что таким образом они смогут закрыть дискуссию раз и навсегда Однако получить финансирование на проведение столь масштабных работ оказалось много труднее, чем он полагал Главным препятствием стала старая добрая логика Ведь когда прилетевший из космоса кусок металла, камня или льда врезается в Землю Большая часть его немедленно превращается в пар, а то, что остается, выбрасывается в атмосферу и рассеивается по поверхности планеты Шутки на эту тему прекратились, когда сейсмологические исследования, проведенные Джеком, показали мощную магнитную аномалию на глубине 500 метров под поверхностью Земли Нельзя сказать, чтобы полученные данные прямо указывали на наличие метеорита, но в отчете на фоне волнистых горизонтальных линий Четко проступало некое темное пятно При всей неопределенности этого оказалось достаточно, чтобы вызвать к этой теме неподдельный интерес со стороны одной из крупнейших горнодобывающих компаний мира Дайкор По ее мнению, первая расшифровка результатов исследования указала на возможное наличие большого скопления алмазов Наподобие того, что в 70-х было открыто в Сибири, в кратере Попегай Короче, Дайкор выделила деньги, и теперь работы, которые, осуществляясь они только на гранты геологической службы США, были бы свернуты через две недели, могли продолжаться месяцами Условия Дайкор, в свою очередь, были просты и понятны Как только ученые покончат с метеоритом, месторождение алмазов поступает в распоряжение компании Пока Джек прокручивал в голове все эти мысли, из двери основной надстройки вышла и направилась в его сторону Гэби Бишоп Гэби была астрономом и давним другом Джека Лет на десять старше Гэби имела пепельные волосы, доходящие до плеч, и симпатичное округлое лицо Также она первая изменила их обоюдному договору бросить курить Словно в подтверждении этого Гэби первым делом выудила из кармана пачку «Мальбор Лайтс» Она даже чуть было не предложила сигарету Джеку, но вовремя спохватилась «Извини», — она щелкнула зажигалкой, — забыла о твоем табачном воздержании Джек смущенно тронул козырек бейсболки «Стараюсь быть лучше, а ты тянешь меня назад» «Похоже, пресловутая воля Джека Грира дает трещину. Может, пора сдаться неизбежному?» Джек усмехнулся «Пока будет достаточно, если ты просто подышишь на меня дымом» Оба рассмеялись несколько искусственно Вертолеты были уже на расстоянии мили В словах и жестах Гэби ощущалось беспокойство «Они застряли из-за каких-нибудь бюрократических проволочек и поэтому не звонили» Она выдержала взгляд Джека и добавила «Учитывая здешнюю ситуацию» Здешняя ситуация была результатом действия закона подлости Месяц назад, когда буровая установка только прибыла на свое рабочее место Политическая напряженность в Мексиканском заливе как раз достигла высшей точки Отказ от начавшегося было налаживание отношений с кубинцами привел к восстановлению санкций Ответные действия Кубы не заставили себя ждать Вдоль ее морской границы появились землесосные машины для намывки искусственных островов До этого подобный фокус применяли китайцы Цель – увеличить размеры своей исключительно экономической зоны Делалось ли это, чтобы повысить ставки за столом переговоров или еще почему? Ясно одно Обе стороны принялись активно наращивать свое военное присутствие в регионе Пока Мексика сохраняла нейтралитет, правительственная лицензия, выданная экспедицией, оставалась в силе Джек, однако, старался не думать о том, что будет, если ситуация еще больше накалится Затрещала висевшая на ремнирации «Босс, это Билли! Мы дошли до твердого слоя, сильно тверже гранита! Придется поднять колонну и поменять корбит вольфрамовое долото!» Билли Бреннер был руководителем буровых работ, иногда несколько импульсивным Чутье говорило Джеку, что они приближаются к цели Метеор, ударившись о землю, поднял огромное цунами, которое завалило место ударом многочисленными слоями песка В этой каше тяжелые обломки оказались внизу, те, что помельче сверху, образовав слои все возрастающей плотности Значит, чем жестче слой, тем они ближе «Что у нас по глубине?» — спросил Джек Билли посмотрел на панель управления «Одна тысяча четыреста пятьдесят два фута!» Метеорит был, видимо, где-то на полутора тысячах «Бореем!» — скомандовал Джек и потер концы пальцев, ощущая, как нервная энергия закипает в области живота По реакции Билли было заметно, что он колеблется Да, конструкция работала на пределе, но Джек чувствовал, что было что-то еще Билли не спрашивал разрешения, а пытался протолкнуть какую-то свою мысль при всей своей почтительности Джек повторил приказ и выключил рацию «Он еще разберется с Билли и его настроением попозже» Отбросив сигарету, Гэби нахмурилась А курок, провожаемый взглядом Джека, закружился и полетел, подхваченный ветром, в прозрачную воду у них под ногами Готовность Джека отчаянно рисковать часто уравновешивалась осторожной мудростью его приятельницы «Ты же понимаешь, что если Билли угробит этот бур, мы можем собирать вещи?» Тон, которым она это сказала, могли позволить себе немногие Вертолеты висели над их головами Воздушная волна от их вращающихся лопастей сбивалась с ног Рев моторов делал разговор невозможным Джек руками придерживал бейсболку, чтобы не улетела Наклонившись к уху Гэби, он прокричал «Остановиться в шаге от результата, да?» Глава вторая Пока большой вертолет устанавливал контейнер на предназначенную ему платформу, маленький сел на посадочную площадку и из него вышел плотного сложения индус в круглых очках Вступив на железный пол, он покачнулся, но быстро восстановил равновесие Одет он был в темно-красную рубаху с воротником на пуговицах и белые просторные брюки Выглядел прибывший растерянным и смущенным «Приветствую на борту!» Джек старался перекричать воздушно-звуковую волну «Я рожаешь!» — представился индус, перемещая рюкзак с одного плеча на другое За ним следовали юноша и маленькая азиатского вида девушка, которых он представил как Адама и Лею Похожие аспирантов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова